Ну расскажите, что у вас тут произошло? Значит, Пролетарская, да? Пролетарская, 38, многоквартирный дом. Дом наш нуждается в капитальном ремонте. То есть у нас полностью течет крыша, заливает весь второй этаж. Подвал у нас залитый канализацией. То есть все отходы текут туда. То есть первые этажи, это вся сырость. У нас комары, вонище невыносимое. То есть тут, я не знаю, как... Обращались и в администрацию в Поворино я ездила, и в администрацию Песковскую ходила. Я в фонд капитального ремонта писала письма. Так как, потому что у них по графику ремонт должен был начаться еще в 2020 году. Были отписки, что то у нас же коронавирус, то какие-то отписки постоянно. Я писала и в администрацию президента, и в прокуратуру писала. Везде приходит ответ о том, что 2022 год не закончен, а план 20-22 год. Но 2022 год тоже, но вторая половина денег нет. Будем надеяться, что будет в 2023 году. Когда нам этот ремонт ждать? То есть куда мы обращаемся, везде. И факт в том, что по графику у нас канализация стоит на 40-й год. То есть до 40-го года, мы тут, я не знаю, тут у нас уже, наверное, будем плавать на канализации. То есть мы ждем какой-то помощи. Кошмар. Надеемся, что нам самая главная крыша, и у нас там проводка вся валяется, то есть на чердаке. У нас в том году было замыкание, у нас у людей погорела вся бытовая техника. Вот первый, второй подъезд. У нас замыкание постоянно, потому что у нас бьется ручьями, у нас вся проводка лежит там наверху, оголенная. Там можно потом потеснуть, в том подъезде у людей полностью течет. Все две комнаты. Там плесень, там сырость, там нет. И вот здесь подвал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима, чтобы нам проводку, когда она замкнула, у нас зашло в дом 320, 460, что ли, как-то тут. Он полез на второй этаж, там все, ага, там все вот в таком перемешанном. У нас тут все провода поспаяна и послипшаяся, потому что проводка 82-го года. А сколько вы платите вообще вот за обслуживание? Мы платим за капремонт 500 рублей каждый месяц. Каждый месяц 500 рублей? Да. Сколько лет? Сколько лет платим за капремонт? Семь лет уже? Да, уже так много. Вот, кто-то платит 800 рублей, ну, по квадратуре. Чем больше, тем и платят. А не заплатишь месяц, 15 рублей тебе не осталось. Нет, ну, сразу через суд. Да, через суд. А не суд по капремонтам. Так уж не слышите, блин, это то через суд. Тем более, вот была передачка новостям по Воронежским, что деньги выделены на капремонт. Конечно. 99% что все дома должны быть отремонтированы. У нас тут и щепки варили. Здрасте, можно к вам пройти? Это у вас все протекло. У них там вообще над ними шутера нет. Ой, какой кошмар. И мы платим за капремонт. Дорогие власти, может, все-таки вы обратите внимание на это? А на кухне там вообще беда. Ой, блин. Ой, какая страсть. Вот это да. А втором подъезде тоже так же заливают? Вы тоже, да, за капремонт платите, да? Все годы. Да, конечно. Какой кошмар. Это, получается, первый этаж у вас? Первый этаж, да. И у вас вот такой ужас. Такая стирость, да. Потому что подвал под самый пол залитый. А в технормально хоть комнатах-то? В той такой же. В такой же? Вот так, вот так сильно. Ага, здрасте. Ну, уже как бы заделали чуть-чуть там, да? Ну, все равно сырость. Ага, сырость. А плесень у вас тоже жуть, да? Поэтому вообще у них над ними нет шифер. Шифера нет. Дом довести до ума. А один ответ, ой, было бы снести, было бы, расселить бы вас. Но расселите, не имеем права. Кому нам обращаться вообще? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok